Привет, друзья! Вы меня просили сделать новую подборку запрещенных товаров с Алиэкспресс. Как же я могу вам отказать? В этой подборке будут новые товары, которых еще не было ни в одной подборке на Ютубе, а также лучшие запрещенки из прошлых выпусков. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда следить за новинками. В конце я разыграю Samsung Galaxy A30s, поэтому смотрите до конца, а мы начинаем. Битой в машине уже никого не удивишь, а вот дубинкой-мультитулом, наверное, получится. Ведь при желании из нее можно сделать даже копье. Но что такое мультитул? Это несколько цилиндрических секций, внутри которых расположены разные полезные и, скорее, даже опасные насадки. В комплекте несколько ножей, копье, пила и даже есть пара отверток. Дубинка очень прочная, но пригодится скорее в походе, чтобы открыть консервы и почистить рыбу. Пропустит ли ее на нашей таможне, это уже вопрос. Когда не хочется переплачивать за ключи при установке нового домофона или шлагбаума, особенно когда их нужно ни один, ни два, а на все садовое товарищество, то всего по цене двух таких ключей можно приобрести дубликатор магнитных сигналов. Этот сканер легко копирует данные ключа и переносит их на пустую болванку, стоимость которой сильно меньше, чем у продавца шлагбаума. Да и самому заработать можно, если вдруг соседу понадобится. Программирует даже RFID-ключ. Этот диктофон у вас вряд ли получится купить в России, ведь он попадает под статью о шпионских гаджетах. И это неудивительно, потому что записать разговор с таким ключом-диктофоном будет очень легко, и никто никогда не догадается, что это прослушка. Диктофон имеет емкость 8 гигабайт, что позволит записать до 140 часов разговора, и нужные улики точно попадут на флешку, если оставить ее где-то на продолжительное время, якобы случайно забыв. Поэтому такие штучки и запрещены в нашей стране. Но пара отзывов из России есть. Видимо, у кого-то получилось купить свой ключик. Еще одно шпионское приспособление, созданное в необычном формате. Камера, замаскированная под обычную бутылку воды. Ее можно оставить на самом видном месте, и она станет надежным охранником вашей квартиры. Снимает в Ultra HD 4K, и ее фишка в том, что в эту бутылку встроен детектор движения, включающий камеру, если что-то шевелится в зоне ее видимости. Также есть возможность дистанционного наблюдения в прямом эфире. Но помните, если посылку вскроет, то свою бутылку вы уже вряд ли увидите. Да еще и штраф впаяют. Если вы женщина, и хотите записать разговор с начальником, не вызывая подозрения, то диктофон, спрятанный в симпатичный кулон, отлично подойдет для этого. Обычное записывающее устройство, спрятанное в сумочке, не даст такого качества записи, как микрофон, который висит прямо перед лицом. Возможности вставить флешку нет, но встроенных 8 гигабайт хватит надолго. Микрофон имеет шумоподавление, поэтому качество записи должно получиться очень хорошим. А так как это на вид обычный кулон, то он точно пройдет таможню без особых подозрений. Наверняка все видели в фильмах, как агент 007 пытается найти прослушку, вводя по стенам специальным приборам, издающим странные звуки. Так вот, этот детектор скрытых сигналов действительно существует и стоит очень даже недорого. Сканер работает на всех частотах, на которых функционирует шпионская техника и с легкостью обнаруживает нежелательные сигналы. Находит не только микрофоны, но и IP-камеры, передающие сигнал в интернет. С такой штукой параноикам, думающим, что за ними следят, будет очень легко убедиться, что это все сумасшествие. Или же нет. Ребята, сейчас я покажу вам по-настоящему опасную вещь, которая сможет принести вам деньги. И если за это вас поймает полиция, то они ничего вам не смогут сделать. Все очень просто. Называется эта штука Зози. Да, за этим безобидным названием скрывается самый большой и мощный кэшбэк во всем интернете. С Алиэкспресса не возвращает 10%, с сервисов бронирования до 50%. Это вообще законно? Кэшбэк Зози возвращает деньги с чеков, с такси и даже с ЖКХ. Просто загружаете фото чека в приложении Зози и вам возвращается кэшбэк. Выше процента я еще не находил. Можно выводить от 1 рубля. Плюс ко всему, кэшбэк Зози суммируется с кэшбэками на картах, а не заменяет его. Ссылку оставлю в описании. Только тсс, никому не говорите. Такую прослушку можно засунуть в любой прибор, в котором стоит батарейка типа Крона. Это даже не микрофон, а мини-ФМ-передатчик, работающий на частотах от 60 до 128 МГц. Просто вставьте его в нужное место и на расстоянии до 30 метров вы будете слышать все, что происходит рядом с целью. Продавец рекомендует держать передатчик вдали от металлических предметов. Это позволит усилить сигнал. Также мелким шрифтом на товаре написано, что рабочее расстояние этого передатчика составляет около 10 метров. И все зависит от окружающей среды и открытости местности. За такие деньги ничего удивительного. А этот УВЧ-передатчик работает уже куда мощнее предыдущего. Его сигнал добивает на расстоянии до 500 метров. Эти цифры скорее всего про открытую местность и в помещении будет ловить не больше, чем на 200 метров. Но это все равно очень немало. Работает передатчик от плоской батарейки, которая не идет в комплекте. А также он никак не замаскирован, поэтому нужно будет как-то его спрятать. Сейчас мошенники достигли такого уровня мастерства хищения данных, что кажется нет никакой защиты от того, что тебя когда-нибудь все-таки взломают. Вирус могут впихнуть в обычный блок зарядки, и он через провод занесет в телефон вредоносную программу, которая похитит данные. Чтобы избежать попадания гадостей в ваш телефон, нужно всегда предохраняться и использовать защитник USB при зарядке телефона. Он служит эдаким презервативом, не дающим данным циркулировать между блоком и вашим смартфоном. Только зарядка. Поэтому если вы часто заряжаете телефон в общественных местах, то такая маленькая безделушка будет просто незаменимым приобретением. А еще по моим подсчетам, она убережет от USB киллера, о котором я сейчас вам расскажу. Если вы раз и навсегда хотите попрощаться со своим компьютером, смартфоном или игровой приставкой, любым устройством, где есть USB разъем, то можете вставить в него специальную флешку под названием USB киллер. Работает она следующим образом. Вставленная в USB порт флешка очень быстро заряжает свои конденсаторы, а потом также быстро разряжает через шину передачи данных USB порта. Этот процесс происходит несколько раз в секунду, пока аппаратура не перегорает. Восстановить устройство можно будет только в специализированных центрах и при замене некоторых комплектующих. Хакеры придумали очень много способов для взлома ваших данных, но для начала им нужно все-таки как-то попасть в компьютер. И чтобы управлять им удаленно, была изобретена Бэтфлэш или Раббердаки. Если простым языком, то это флешка, которая эмулирует действия пользователя с удаленного доступа. Компьютер распознает флешку как стандартную клавиатуру и позволяет ей дистанционно отдавать компьютеру любые команды. То есть вставляете флешку в компьютеры жертвы и управляете им со своего ноутбука. На таможне девайс примут за обычную флешку и пропустят, но если вас поймают, то могут даже посадить, в зависимости от того, что вы успеете натворить. А этот инфракрасный луч напоминает защиту в фильмах с ограблениями, где герой уворачивается от хаотичных лазерных полосок, чтобы не сработала сигнализация. Тут принцип такой же, если что-то коснется красного луча, то датчик сработает и придет оповещение о вторжении в частную собственность. Стоит недорого, но надежность не самая лучшая, особенно если у вас есть домашние животные. Именно их такой луч может принять за злоумышленников. Классика. Камера, спрятанная в игрушку. За счет необычной формы шлема робота, устройство позволяет вертеть камерой в разные стороны. А IP-камера делает возможным просмотр происходящего в реальном времени. Максимальная емкость флеш-карты, которую может съесть робот, 64 гигабайта. Этого должно хватить на достаточно большую запись. Робота можно подарить вашей жертве и надеяться, что она установит его куда нужно. Главное вовремя включить. Но тут опять встает вопрос, пропустят ли его на таможне. Ведь полученные таким образом данные могут быть очень пикантными. Эта стильная вещица не просто будет следить за прятком в доме, но и неплохо так украсит интерьер спальни. Ведь помимо основной функции, часы имеют крутую подсветку, которую можно менять по вашему желанию в приложении. Но фишка у них все-таки не в этом, а в том, что часы имеют IP-камеру с ночным режимом съемки. Поэтому если ночью залезут воришки, то они сразу попадут в объектив. Ведь в гаджете есть датчик движения, который при срабатывании начинает запись и передает в приложении сигнал о том, что в доме что-то происходит. Отличная вещица за свои деньги. Если при въезде в отель вы не хотите, чтобы его владелец наблюдал за вами с помощью скрытой камеры, то можно взять с собой небольшой брелок, который с помощью инфракрасного луча обнаруживает камеры и микрофоны. Устройство очень миниатюрное, поэтому будет удобно путешественникам, потому что подобные случаи все чаще и чаще обнаруживаются туристами. Будьте бдительными, это не шутка. Вас действительно могут записать и продать видео в интернет. Такое записывающее устройство стилизовано под ключ от хорошей иномарки, но имеет все те же шпионские свойства запись видео и звука. На вид сделано очень приятно и будет удобно носить с собой. Для незаметного получения информации нужно просто положить ключ на стол и никто никогда не подумает, что его записывают. На таможне могут изъять. Помните об этом. Мини-фотоаппарат с кольцом брелка вряд ли можно назвать скрытым записывающим устройством, ведь это фотоаппарат, а когда он снимает, то мигает лампочка. Гаджет может делать фото и снимать видео с разрешением 1280 на 960 точек, что очень даже неплохо для его размеров. И работает с флеш-картами до 32 гигабайт. На таможне должны пропустить, потому что никаких скрытых манипуляций он не производит, да и стоит копейки для своей функции. Если вам когда-нибудь приходилось что-то скрыто снимать, не имея подходящих гаджетов, то идеальным решением казался телефон, торчащий из нагрудного кармана. Однако такой вид все же вызывает подозрения, поэтому лучше использовать в этом месте маркер, который точно привлечет меньше внимания. Это даже не маркер, а шпионская камера, стилизованная под фломастер. Снимает видео и фото в хорошем расширении. А огромный аккумулятор занимает, наверное, 3 четверти гаджета и имеет емкость 950 мА, что позволяет снимать до 7 часов без остановки. Вот эта игрушка уже точно попадает под статью, поэтому будьте осторожны, в России могут изъять. Светодиодная лента для багажника станет бюджетным украшением для машины и не сильно ударит по карману, а смотрится как крутой тюнинг на дорогих тачках. Переливается всеми цветами радуги, а также ее можно подключить к поворотникам и стоп-сигналу, чтобы лента срабатывала вместе с ними. Однако лучше не включать переливание красно-синими цветами, чтобы полицейские до вас не докопались. Да и штраф могут влепить, а еще и права изъять. Оно вам надо. Чтобы машина стала эффектнее, можно сделать ее немного громче, поставив спортивный выход. Помимо того, что выглядит эта труба очень грозно, звук мотора от установки такого глушителя усиливается чуть ли не вдвое. Соседи наверняка будут вами довольны, если вы уезжаете на работу рано. В нашей стране за все предусмотрены штрафы, поэтому за превышение допустимого количества децибел придется раскошелиться. Спасти ситуацию сможет специальная заслонка, которая устанавливается на выхлопную систему, позволяющая делать мотор громче по вашему желанию с помощью одной кнопки. Работает она на радиоуправлении. Ключ идет в комплекте, поэтому вовремя закрыв трубу можно остаться безнаказанным. Ключ также можно встроить вместо ненужной кнопки в машине, и он всегда будет на готове. Четырехточечные ремни куда лучше держат сиденье во время езды, поэтому они используются в гоночных болидах. И это хорошо видно по тестам, где с обычным ремнем пассажиры трясет во все стороны, а с гоночным он надежно прижат к креслу. Однако на наших дорогах в повседневной жизни его использовать не получится, потому что такой тип ремней не зарегистрирован в нашей системе ПДД. Да и спортивные сиденья в обычных машинах это редкое явление, а крепятся такие ремни преимущественно на них. Чтобы дешево украсить свою машину и придать необычный вид фарам, можно наклеить на них цветную пленку, которая немного изменит цвет и обновит их. У продавца есть все цвета радуги этой пленки, поэтому можно сделать фары под цвет машины. Стоит копейки, но тачка смотрится гораздо интереснее. Но за такой тюнинг теперь в России полагается штраф, имейте в виду, если заметят, конечно. Необычная блютуз-колонка способна не только удаленно проигрывать музыку, но и следить за домом и сохранить имущество. В гаджет встроена очень качественная камера, способная передавать сигнал по Wi-Fi, что дает возможность наблюдать за происходящим удаленно. И ночной режим, чтобы даже ночью все было под контролем. Единственный ее минус, конечно же, в том, что такие системы запрещены в нашей стране. И если таможенник поймет, что это не просто блютуз-колонка, то вы ее уже не увидите. Металлоискатели часто применяются в охранной деятельности и во многих общественных местах. На вокзалах, на крутых мероприятиях и даже в школах учебовцев есть такой портативный гаджет, обеспечивающий безопасность. Этот металлоискатель отличается компактностью и имеет беззвучный режим с вибрацией и несколько индикаторов, один из которых отвечает не только за найденный металл, но и за заряд батареи. Поэтому металлоискатель не выключится внезапно. Данная модель стоит недорого, но доставка почему-то очень дорогая. Мигалки на машине это, конечно, круто, и купить на Алиэкспресс что-то подобное тоже не составит труда. Но только не в нашей стране. Даже если купить их ради каких-нибудь пранков или просто попробовать разок объехать пробку, то это повлечет за собой очень плохие последствия. Тут даже не штраф, тут уже лишение прав. Но для съемок полицейских машин в кино очень такой бюджетный вариант. Еще одно скрытое холодное оружие – это зонт с тайным клинком. Выглядит как обычный зонтик, но имеет очень острый и продолговатый клинок, который длиннее нормы раза в три, и ручка у него красивая. Конечно, может прокатить на таможне, но если найдут, то наверняка пристанут. СГУ, или в простонародье мотюгальник, состоит из микрофона, громкоговорителя и блока питания. Используется такая техника исключительно на государственных машинах, и устанавливать эту систему на личный автомобиль просто запрещено. А если еще и гирлянду повесить, и по центральной улице проехаться, то я вам не позавидую, если остановят. Болт с секретом. Такие болты делаются из настоящих, поэтому их невозможно распознать. Особенно если вкрутить его в редуктор автомобиля, например. Шляпка болта откручивается по часовой стрелке, в то время как тело болта имеет стандартное направление резьбы. Сделано это для того, чтобы вы действительно могли вкрутить его в какую-нибудь деталь и выкрутить целый болт, не отвинтив от него только одну шляпку. Ну и для чего применять такой болт, вы, наверное, уже догадались. Кстати, болт можно абсолютно свободно заказывать и спокойно хранить в нем свою заначку. А это нож-бабочка. По всем параметрам подходит под категорию холодного оружия. Однако, свободно продается на территории России, как сувенирное изделие. Если вы закажете такой нож с Алиэкспресс, то вам он прибудет без заточки. Так продавцы с Али обходят проблемы с таможней. Продаются с различными скинами. Еще одно средство самообороны, по поводу которого могут начаться вопросы. Выглядит как обычный берлог. Можно повесить на штаны, но если зарядить этим мячиком по голове, то у злоумышленников отпадет все желание делать вам какие-то гадости. При такой цене очень хорошее средство для самообороны. Внутри паракорда находится довольно-таки тяжелый металлический шар. В экстренной ситуации паракордовый шнур можно распустить и использовать по назначению. Такие модные и необычные часы, как ни странно, запрещены на территории России. И это не потому, что они очень стильные. Просто в них встроен механизм, который глушит Wi-Fi. Я так и не понял, зачем мне понадобится глушить где-то Wi-Fi. Только если ради шалости. Поэтому стоит ли рисковать ради такого и заказывать гаджет? Дело ваше. Еще одна запрещенка из Китая. Ручка для самообороны. Под видом обычного пишущего предмета прячется очень опасное оружие, которое путем нехитрой трансформации превращается в Т-образный кастет. Состоит из чистой стали, поэтому очень прочный. Всю ответственность за свои действия с таким кастетом несете только вы. Если не хочется платить за интернет, но скачивать сериалы все еще нужно, то можно купить взломчик Wi-Fi, который находит сильный сигнал и за счет встроенного ПО обходит его блокировку. Стоит как оплата сети за 2 месяца. Но риск тут огромный. Если соседи узнают, что ты воруешь их интернет, скорее всего напишут на тебя заявление. Однако такое устройство можно использовать как обычный маршрутизатор. По отзывам у него гораздо лучше сигнал. Когти ниндзя. Позиционируется как предмет для лазания по дереву. Однако его эргономика сделана так, что при лазании они очень больно впиваются в руку. Да и вообще никто из тестирующих этот товар так и не смог залезть с их помощью на дерево. Я же думаю, что это некое подобие кастета. Очень удобно делать захваты с этими когтями. А еще они не препятствуют сжиманию руки в кулак. Телескопическая дубинка достаточно компактная вещь. Ее можно носить на поясе, в чехле, либо возить с собой в автомобиле. Принцип работы телескопической дубинки достаточно простой. Взмахом руки выдвигаются металлические цилиндры. Закрывать дубинку можно под прямым углом резким ударом от твердый предмет. Наконечник утяжелен, а ручка сделана из нескользящего материала. Поэтому такая дубинка очень эффективна при самообороне. Также нужно помнить, что пределы самообороны легко превысить. И нужно быть аккуратным. А вы знаете, что такое моргенштерн? Это цепь с наболтажником на конце, которую тоже можно заказать на Алиэкспресс. Это даже немного пугает, ведь есть страны, где нет таких запретов, и можно спокойно купить нечто такое. Цепь полностью металлическая, и наболтажник на ней очень внушительный. Только шипов не хватает. Скорее всего, это средство самообороны будет расценено как холодное оружие, и его тоже изымут. Эта штуковина выглядит, как в старых фильмах о Джеймсе Бонде. И служит тоже для подобных вещей. Хотя продавец характеризует товар как устройство для изучения звуков природы, мы-то с вами знаем, каких животных все будут прослушивать. Конечно же, соседей. Подобные гаджеты входят в список шпионских приспособлений и запрещены к провозу. Последнее время луки в России провести очень проблематично. Их просто-напросто заворачивает таможня. Еще бы, это ведь по-настоящему опасное оружие. Предназначен он не только для стрельбы по мишеням, но и для спортивной рыбалки. В нем есть отверстие для рыболовной катушки международного стандарта. Сделан этот лук из углеродного сплава, очень легкий, и стрелы имеют металлический наконечник. Поэтому с 30 метров можно нанести нехилый урон. Будьте осторожны с такими игрушками. Если заказать на Али бронежилет, то правоохранительным органам будет очень интересно, зачем он вам понадобился. Хотя и заказывать подобные вещи у нас вполне себе законно. Жилет очень легкий, однако он самый настоящий, пуленепробиваемый. Сделан из нескольких слоев баллистической ткани, достаточно прочный, однако от укола ножа он не защищает. А теперь пора поговорить о конкурсе. В этом видео я разыгрываю смартфон от Samsung Galaxy A30s. Для участия нужны всего-навсего подписка с колокольчиком и написать любой комментарий. Итоги опубликую у себя в сообществе, как только видео соберет 15 тысяч лайков. А еще не забудьте зарегистрироваться в кэшбэке с Зози по ссылкам в описании. Если хотите увидеть продолжение запрещенных товаров, тогда кликайте по аннотации слева. Мой друг уже сделал его для вас. На этом все, друзья. До скорых встреч!